Немного подкопили, использовали маткапитал, чуть-чуть позаимствовали у банка, да набрали миллион 700 с копейками на скромную квартирку в жилом комплексе Данилиха, рассказывает свою историю Виктор Кацафан. Застройщик дом построил быстро, в срок, обшил красиво плиткой и стал передавать квартиры будущим собственникам, которые сразу же обратили внимание на трещины внутри и снаружи. Дом буквально сдается в эксплуатацию уже с трещинами. Это плохо. С этой ситуацией столкнулись соответственно и мы. На сегодняшний день у нас застройщикам возник спор, как по качеству строительства, так и по площадям. Это следующий нюанс, который нужно учесть при покупке жилья. Действительно, при долевом строительстве после покупки квартира может увеличиться или уменьшиться. На 5%, как говорят представители компании-застройщика. Например, в жилье Виктора отклонение, по мнению строительной организации, вышло почти в квадратный метр. При общей площади 33. И тут началось самое интересное. Строители просят произвести доплату, а Виктор делать этого не хочет. Мы провели собственные замеры. Обратились к специалисту, специалист провел замеры и площадь точно такая же, как в проектной документации. При этом зарегистрировать право собственности на квартиру семья Виктора не может. В рекпалату нужно предоставить справку о выполненных финансовых обязательствах перед застройщиком. А эту справку Виктору никто не дает. Если он не согласен с нашими домами, клиент может подписать акт, заказать свои замеры БТИ и представить их нам. То есть, как правило, мы такие ситуации до суда не доводим. А тут дело дошло до суда. Виктор просил служителей Фемиды взыскать неустойку со строителей за не вовремя переданную его семье квартиру. Но суд в иске отказал. Что, кстати, говорит истец ему только на руку, поскольку считает это прямым подтверждением того, что он собственник квартиры. Теперь Виктор готовит второй иск с требованием закрепить за ним право собственности, чтобы квартирой можно было распоряжаться. Но и это еще не все. Будет и третий иск с требованием выплатить компенсацию за трещины и другие дефекты в квартире. Вот это единичный случай из всего комплекса жилого Данилеха, где, я напоминаю, у нас 6 домов и более 2000 квартир. Он один. Суд для людей это что-то страшное. Туда нужно идти, это нужно готовиться, это нужно иметь какие-то знания. К сожалению, люди у нас не готовы к этому. Для меня это больше даже не какая-то глобальная проблема для меня, а это повседневная работа и желание создать какую-то практику, именно защищающую потребителя. Кроме того, стоит учитывать, что некоторые судебные споры могут затянуться на годы, где с одной стороны будет истец-одиночка, а с другой профессиональные юристы-застройщика. Ритис Барауско с Алексеем Кинов, телекомпания Ветта.